Мы сегодня, городские власти, можем подходить к решению вопросов, которые действительно десятки лет не решались ввиду ограниченности финансирования. И большое спасибо за это правительство региона, которое действительно каждый день руку на пульсе держит. Но национальный проект «Комфортная городская среда», вы правильно заметили, его особенность в том, что определяющее значение, что и как будет сделано и когда будет сделано, это мнение населения, это решение самих горожан. 2018 год был пилотным, и действительно в 2018 году многие горожане с некоторым недоверием восприняли вот такую инициативу о том, что будет голосование, что делать, как делать в городе. Но я думаю, что этот эффект, преображенный аллеей здоровья, он сыграл свою роль. И в прошлом году горожане также видели о том, что у нас обновился и бульвар Чивайна, часть его и парк Победы. Горожане все более активно участвуют в этом проекте. Мы видим, как растет количество голосов, количество проектов, которые выходят у нас в итоговый шот-лист, по которому ведется голосование. Мы отмечаем некоторое смещение акцентов. Если раньше очень много инициативных групп приносили проектов, связанных именно с парками, скверами, то есть такими локальными территориями для рекреации, то сейчас, в этом году, это изюминка, наверное, у нас, как вы знаете, 11 территорий под реконструкцию, часть из них уже капитально ремонтируется, на часть подрядчики выходят буквально в считанные дни, аукционы все проведены. Акцент сместился в сторону благоустройства территорий, которые у нас каждый день горожане используют. Это тротуарная сетка города Ишкарулы, где тротуары построены 30 и 40 лет назад, и давненько не ремонтировались, там где-то нет освещения, нет возможности присесть на лавочках и отдохнуть. Вот такие территории сейчас в тренде, скажем так, у горожан, и за них проголосовало большинство Ишкарулы. И в этом году мы 11 территорий таких, безусловно, увидим. Интересно, что на будущий год голосование по проектам уже вот-вот скоро совсем состоится. Уже 33 территории попали в этот самый шорт-лист, инициативные группы сформировали предложение, разработанный дизайн проекта на сайте администрации, их можно увидеть. И буквально совсем скоро мы стартуем в этом голосовании, 17 июля. Значит, мы все вместе можем определить, что в Ишкаруле изменится в следующем году. Проект очень важный. Я думаю, что каждый житель города Ишкарулы видит результаты реализации этого проекта и своим личным, значит, отношением неравнодушным, способствует тому, чтобы этот проект набирал темп дальше. Потому что он, безусловно, будет продляться. Мы это знаем, мы видим подтверждение от правительства региона, что это будет продолжаться. И, значит, отзывы об этом проекте, ну, скорее положительные их, в основном положительные. Потому что, на самом деле, большинство именно горожан решает, что и как должно быть сделано и в какие сроки. У нас есть среда. Проект энергетичмаш уверен, и в Ишкарулы администрация. Это же Лудашлеж. Это же так. Проект влакан дизайн макета, что муда, да, ну, дэна, лишь крак балом или ида.